Хубилай, продолжая свои путешествия по миру Кальрадии, заходит в деревню Глинтор, где он решает, наконец-таки, купить себе лошадь вьючную. И теперь он уже не просто странник, а странник на лошади, который и бегает быстрее, и имеет более-менее какое-то оружие, которое позволит ему справляться с его противниками. Но, конечно же, до морских налетчиков еще далеко, но со всякими мародерами он должен теперь справляться без особых проблем. И, правда, камни мародеров все еще бьют довольно-таки больно. И хотя бы на небольшую пачку обычных мародеров Хубилая все же хватает. И именно благодаря им он получает свои первые башмаки. Жаль, что брони они ему не дают, ну хотя бы теперь он выглядит более-менее как человек. В итоге Хубилай находит деревню Диапалис, в которой абсолютно нет защитников, и в итоге он забирает у них шесть воинов. И теперь он уже владеет собственным отрядом. И вот с этими силами он уже может как-то за себя более-менее постоять, по крайней мере против небольшой пачки мародеров или морских налетчиков. Но этого, конечно же, мало. Он решает идти дальше и искать еще какие-нибудь слабые деревеньки, в которых можно найти себе дополнительные войска, чтобы уже сражаться с крупными пачками мародеров и делать из этого неплохие деньги. В итоге, вернувшись назад, он находит деревню Потамис, в которой также слабенький гарнизон, ну по крайней мере в деревушке. И он решает сразиться с ее защитниками, чтобы забрать себе дополнительные войска. Но бой, видимо, простым не будет. Наш враг обладает древковым оружием, что для нас довольно-таки печально. С другой стороны, у нас с вами есть два кавалериста, которые могут сделать, так сказать, все за нас. Но, да, Хубилай здесь был абсолютно бесполезен. Может из-за того, что у него не было собственного щита. Может потому, что управлял им именно я. Но в итоге наши солдаты делают все за меня. И мы с вами сейчас получим дополнительные силы, плюс получим стрелы, которые в будущем Хубилай, как лучник, может использовать себе на пользу. Ну или в конце концов сможет их продать, если нужны будут деньги. В итоге у Хубилая уже 16 человек. Немножко нам с вами не хватает еды, для того, чтобы как-то содержать данную армию. Но денег уже 600. В итоге мы с вами закупили немножечко еды, продали серп. Ну и мы с вами, в принципе, при деньгах. Еды нам с вами хватит на 4 дня, этого, конечно же, мало. Но закупать еду в данном поселении, где она стоит буквально в 2 раза дороже, чем в некоторых других, явно идея не лучшая. Поэтому нам с вами нужно как можно быстрее отсюда свалить, пока нас с вами не прессанули всякие лордики. Скорость, все, у нас с вами восстановилась, и мы с вами можем отсюда убежать. И найти место, как минимум, для того, чтобы закупить себе еду. Нет, все еще дорогое зерно. Вот здесь зерно должно быть довольно дешевым. Видим, 17 мародеров от нас убегают. Я бы с радостью их прибил. Но, к сожалению, после битвы с ними у меня были бы, ну, кое-какие проблемы, так сказать, с лордиками. И я не решаюсь все-таки нападать на мародеров, потому что я бы от лордиков потом не убежал. Так, сюда направляться идея на самом деле плохая, потому что враги могут быть в Амитатисе. Лорды, имею в виду. Так оно, кстати говоря, и есть. И если мы с вами здесь вот этих вот лордиков как-то не закружим, то мы с вами здесь застрянем. И нас в итоге просто прибьют. Так что ждем, пока они сейчас свалят по своим делам. Так, тихо, чуть-чуть было. Хубилай не напоролся на врагов. Все. Хубилай здесь все-таки выкручивается из этого положения. Ну, и можно уже, и нужно даже, я бы сказал, нападать на какие-то большие пачки лордов и так далее. Но нам здесь встречается чувак из Бенезилала. 14 человек. Но 9 кавалеристов, конечно, и он еще нас преследует. То есть он знает, что может нас уделать. Чего как бы я, допустим, не знаю. 9 кавалеристов. Да, шансов у него на самом деле больше. Скорость тоже больше. Видите, в чем прикол. Убежать Хубилай от него уже не сможет. Так что придется сражаться. И сражаться прямо не на жизнь, а насмерть. Вариантов здесь Хубилай просто не оставляют. Скорее всего, данный чувачок из Бенезилала нас здесь с вами изничтожит. Но все же мы с вами попробуем с ним сразиться. Если получится, то мы с вами сможем убить уже, по идее, первого лордика. Хотя убивать чуваков из доемных кланов бесполезно, потому что они быстро их восстанавливают. Лучше убивать людей из обычных кланов, а потом уже переходить на наемников. Тем более, что они смогут им с вами пригодиться в будущем. Ну что ж, враг своей кавалерии потихонечку нас уже начинает налетать. Своих людей я расставил, а кавалерию можно заставить сражаться с другой кавалерией. Это было бы отлично. Кстати, это похоже конные лучники или еще кто. Вообще непонятно обозначаются. Они вообще как пехота. Но, несмотря на это, и стреляют, и все. То есть, ну там наверняка лорд. Один из них, кстати, если мы его себе захватим, будет вообще круто. Пару тысяч сможем получить за этот счет. Блин, ну здесь смотрите. Здесь имперские катафракты. Убивать их, это вообще жесть. Они тут наверняка на полном легке разобьют все наши войска. Здесь чуваки еще с древковыми. Это тоже плохо для нас с вами. Металками, конечно, я могу и немножко урон нанести, помочь моей пехоте. Но, блин, сможет ли моя пехота справиться вот с такими мощными и прокачанными войсками? Даже доминируя в количестве? Ну, конечно, не сможет. И в итоге, что? Кубилай остается в одного против огромной, просто кучи народу. И, ну, сомневаюсь, что у него есть шансы против кучи катафрактов. Так еще и пехотинцев, и лорда, который из лука любит стрелять. Но и в итоге, да, без проблем бенезилалы вообще даже без потерь разносят наши новоиспеченные войска, к сожалению. Не повезло нам с вами, конечно, нарваться на такого небольшого лордика, но, тем не менее, сильного. Зато у нас с вами появились деньги. Мы с вами можем, по идее, сходить в Эпикратею. Да, ее еще не захватили. То есть, можем сходить в деревушке близь Эпикратеи и без особых, в принципе, проблем нанять себе воинов, конечно же. Но, думаю, лучше вместо этого все же свалить от бенезилала и постараться найти еще какие-нибудь слабые деревеньки, где мы с вами сможем найти доп. войска. Ну, и путем найма людей в Эпикратеи мы с вами все же зачищаем еще одну деревню и получаем себе дополнительные войска. Ну, и, конечно же, немножко хлама. Также находим себе копье, которое можем использовать. И сейчас Хубилай становится уже чуть более сильнее. Хотя, вражеские войска все еще могут нас с вами без проблем подкроулить. Войска наши все еще слабы. И, конечно же, нужно усиляться всеми доступными способами, искать слабенькие деревушки и на них нападать до тех пор, пока армия Хубилая не достигнет хотя бы 20 человек. И у нас с вами очередная победа. И здесь Хубилай наконец-таки находит себе первый лук. Да, слабый, отвратный, но все же лук. Правда, жаль, что после последнего раза он лишился всех своих стрел, так что лук пока что применить не сможет. Но, тем не менее, разница уже видна. Хубилай потихонечку становится более сильным малым. И вскоре будет способен противостоять уже более серьезным противникам. Особенно учитывая, что у него уже 17 человек под контролем. И вот теперь, когда Хубилай обзавелся первыми войсками, луком и лучниками, уже начнется реально серьезная движуха. Мы сможем здесь без особых проблем валить большие пачки мародеров и существовать за их счет. По крайней мере, пока. Но, дальше определенно будет больше. Хотя, не потерять здесь войска тоже, по идее, было бы довольно сложно. Но, учитывая, какой уровень войск у меня здесь сейчас, конечно, он довольно плачевный. Но, как вы видите, этого уже хватает, чтобы без потерь забить небольшую пачку мародеров из 18 человек. И после очередной победы над мародерами, Хубилай наконец-таки докачивает свой уровень клана до первого, тем самым увеличивая максимальный лимит воинов. И вот, армия Хубилая уже насчитывает целых 30 людей, 20 из которых это стрелки. То есть, этого нам с вами уже более чем хватает, чтобы довольно-таки добротные силы противников разваливать, увеличивать численность своих бойцов, благодаря тому, что мы с вами нападаем на различные деревни. И без проблем усиливаемся, прокачиваемся и так далее. Ну и думаю, настало время вернуться к самому-ксамому началу. Куча морских налетчиков, с которых тоже можно получить довольно-таки неслабый куш, с точки зрения вещей и так далее. Плюс ко всем, можно еще прокачать немножечко мародерства, сделая рейды на различные деревни. Там есть парочка талантов, которые увеличивают ценность нашего с вами награбленного. Но здесь, конечно, это будет очень-очень рискованно. Я пока не уверен, стоит ли нам с вами этим самым заниматься. Но, все равно, заниматься награбленным нужно будет, и прокачивать себе непосредственно мародерство. Это сильно нам поможет в будущем. Да и вообще, чтобы содержать наши с вами войска. Это будет прям топчик. Кстати говоря, мы потеряли целых двух человек, но, конечно же, без особых проблем, мы сейчас это дело исправим. Смотрите, уже какие неплохие шмотки на с вами падают. Ну, или, по крайней мере, их количество. То есть, этого уже будет хватать, чтобы содержать хотя бы какое-то время наших людей. Это более чем уже достойно. Здесь уже можно разгуляться. Правда, не всех людей все еще я могу, знаете, или типа годно прокачивать, потому что это опасно, если честно. То есть, у меня может не остаться денег. То есть, нужно регулярно бегать, искать необходимые нам с вами деревни. И не всегда мы будем находить деревни, в которых именно мало людей с точки зрения гарнизона, чтобы мы на них как бы регулярно фармили. Именно поэтому Хубилая сейчас бежит. Бежит ближе к Правенду и Оксхолу, где находится логово морских налетчиков. Хотя, на самом деле, можно и вот здесь потусоваться. Здесь горные бандиты есть, но мы их тоже с вами должны без особых проблем забивать. Все эти большие и не очень кучки. Но, конечно, преследующий меня лорд, он меня раздражает. Если мы ввяжемся вообще в любой абсолютно бой, мы от него больше не убежим. Все, он нас догонит и он нас уничтожит. Для нас это, конечно же, очень плохо, поэтому в данный момент лучше не выпендриваться. Но скорость, благо, нам сейчас позволяет немножечко ускориться, убежать от этих засранцев. У нас скорость просто-напросто больше, чем у них. Они нас не догонят. Если, конечно, нас не встретит какой-нибудь другой, более быстрый лорд. В общем, Хубилаю здесь предстоит очень-очень много побегать, избегая всех этих лордиков, и уже потом охотиться на морских налетчиков. И в итоге, собравшись силами и будучи уверенным в себе, он находит себе равную жертву, а именно Белорна из озерных крыс. В итоге наш противник решает спрятаться за своими щитами и на нас нападать. Ну что ж, я решаю на них напасть, немножечко подгадить врагам, изничтожив часть их лучников. Тем более, вряд ли на меня тот-то нападет. И я, конечно же, получаю себе копьем по голове. Черт пойми вообще откуда. Ну что ж, в итоге пойдем сражаться не за Хубилая, а за его верного Ривцера, получается. А, так у него еще и двойное копье, которым нельзя, к сожалению, управлять, будучи со щитом. Ну что ж, ладно. Это не особо все важно. Мы с вами сейчас все равно наших противников разобьем. Во что бы то ни стало, шансов у нас все равно довольно-таки много. Жаль, конечно, нельзя у собственных солдат забрать оружие, потому что, ну, иметь такое оружие явно было бы лучше, чем мое текущее копье, которое явно является полным гаванищем. Но ничего. Ладно. Наши уже начинают лезть в драку, даже наши арбалетчики, которые, в принципе, вполне способны сражаться и в ближнем бою, но, конечно, уровень совсем не тот совсем. Так, ладно, берем с вами меч и щит и начинаем здесь нарезать. Или начинают нарезать нас. К сожалению, лучники вражеские не убегают, как бы, ну, валят, да. Но все еще готово оказать сопротивление. А вот пехота валит почти сразу. Ну и в итоге, да, битву мы с вами выиграли без проблем. Ну, по крайней мере, с точки зрения потерь. Но все равно враг умудрился завалить Хубилая, отправив его на больничную коечку. И что мы с вами имеем по итогам данного сражения? Мы потеряли все лишь одного человека, зато получили известность, боевого духа. Получили лорда, за которого мы с вами обязательно получим денег. Получили пленных, которых, к сожалению, продать не сможем, так как путь в город нам заказан. И получили еще кучу интересного добра, за которое можно получить деньжата. Также получили снаряжение, которое явно может нам своим пригодиться. Как минимум получили стрелы, получше тех, что были у Хубилая. До этого получили, по сути, меч, который можно будет использовать для убийства врагов. И он всяко будет лучше, чем вот это вот дурацкое копье, по идее. Хотя копье, на самом деле, можно применить, сделать его годным. Но получится ли это сделать у меня, очень сильно в этом сомневаюсь. Так, ну и в итоге. Немножечко наш отряд стал помощнее, безусловно. Плюс сейчас еще получим денег за чувака из озерных крыс. Будет прям вообще отлично. Но все равно. Траты у нас с вами просто огроменные на то, чтобы содержать наши с вами войска. Блин, к сожалению, помочь я там не могу. Подождать пока Хубилая немножко становится. Потом эту деревню мы сами, безусловно, разграбим. Тут еще мародеры, которые, на самом деле, горные бандиты, прям желают с нами повоевать. Я бы, честно, с радостью бы показал им, где раки зимуют, но пока что не могу доверить все это в руки собственных войск. Есть караван какого-то пивовара. Блин, с радостью бы его разграбил. Караваны мне бы сейчас очень сильно подсобили в финансовом плане. Но, к сожалению, пока что у меня не хватает силенок и скорости, чтобы с ними воевать, ну, действительно, на полных мощностях. Ну и Хубилая снова везет. Он снова встречает противника, который его боится, и которого, скорее всего, Хубилая получится уделать. Это Ульгарик из компании Золотого Борова. Ну что ж, давайте мы его с вами догоним и прибьем. Надеюсь, хоть за него нам с вами побыстрее предложат выкуп, потому что деньги вот-вот уже закончатся. В итоге Хубилая снова сносят одним выстрелом, просто метко в голову, прям везучий парень просто до невозможности. Но что поделать? Главное, что я могу здесь переключаться на своих солдат и все равно отдавать им команды, которые сработают и благодаря которым они должны убить своих противников. Мне вот интересно, какого черта это кавалерия? А, они кавалерию разделили на два отряда, вот оно че. Поэтому эти засранцы решили, что они могут сами принимать решение. Ну и в итоге побежали делать чертячо. Хотя на самом деле идти сейчас в ближний бой на самом деле не такая уж и плохая идея, потому что у противника уже в принципе никого не осталось, не считая горстки стрелков. Так что мы здесь сейчас достреляем оставшиеся силы и покончим с этим засранцем получив себе дополнительные бабосики, дополнительное снаряжение, которое мы конечно же пустим на дело. Но в первую очередь сейчас нужно будет добраться до любой деревни, продать весь этот хлам. Кажется мы еще из предыдущего лорда нифига не продали. Правда тут я еще не уверен. В общем нужно быстро побежать, все это дело продать, получить бабосики, чтобы не уйти в финансовые долги. Слушайте, нам везет больше чем я думал, мы еще и крутую лошадь получаем, которую можем дать своему чуваку. Еще и упряж наконец-таки появляется, а вось после этого он не будет такой легкой мишенью, появляется еще и хороший доспех, прям слушайте, подгон хороший, наручи которых у нас с вами вообще не было до сих пор. Ну и куча всякого другого, по большей части конечно хлама, но все же, все же, у нас с вами есть куча добра, которую можно продать, и за его счет прожить определенное количество времени без особых проблем. Думаю этого времени как раз хватит, чтобы у нас с вами Хубилай в конце концов восстановился. И блин, после продажи всего добра мы прям встречаем с ним подарок судьбы, 50 мародеров, отличная фигня для прокачки опыта, а также для того, чтобы получить кучу хлама. Но к сожалению, Хубилай ранен, поэтому либо автобой, а либо сражаться с помощью РТС камеры. Конечно, выбор здесь очевиден. И вот наши враги подступают, и арбалетчики сейчас без особых проблем всех их перевалят. Самое удивительное, что я якобы управляю каким-то персонажем, потому что вы сейчас видите интерфейс арбалетный, видите, что киллы какие-то появляются, как будто я кого-то убиваю, вот прям как сейчас. Но управлять каким-то персонажем я абсолютно не могу в данном режиме. Но, тем не менее, мы с вами разносим здесь без особых проблем вражеских мародеров, получаем еще известность, еще боевого духа, и наш отряд становится все еще крепче и крепче, что, конечно же, просто крутяк. И сильными наши войска становятся. Жаль, не хватает денег, чтобы всех их прокачать, потому что иначе у меня было бы как минимум 10 топовых арбалетчиков. Вландийских или имперских это уже не особо важно, главное, что эти ребята сильно бы мне подсобили и могли бы еще сильнее мне помочь убивать кучу лордов. Кстати, о лордах. Наконец-таки первый выкуп за озерных крыс мы с вами получаем теперь 3000 монет, соответственно, жить нам с вами гораздо комфортнее и приятнее, правда, деньжат у этого товарища не хватает, мы же только что ему все продали, он теперь обеден, к собственному сожалению, но ничего. Находим другого продавца, у нас с вами 3800 монет, хубилайя становится красив, богат, известен, все женщины хотят быть с ним, а все мужики хотят быть им, в общем, полный кайф. Ну и мы с вами можем продолжить грабить деревни, сейчас нам с вами подконтрольна, так сказать, любая абсолютно деревня, любую из них можно пришить, разграбить и так далее, но, конечно же, хубилайя хочет убивать гораздо больше вражеских лордов, хотя и раз этот лорд сам решает нас напасть, значит, если мы сможем его физически одолеть, то, скорее всего, понесем огромные потери и, естественно, ввязываться в такой бой лучше не стоит, нужно искать именно лордов, которые нас боятся, которых нам сами победить будет не так уж и сложно, ну а здесь явно не такой случай. Ну и под занавес хубилайя прям вообще повезло, он нашел двух южноимперских лордов, а вернее даже леди, которые были после битвы с малым количеством войск и так далее, в общем, полный фарш, если честно, таких сейчас прибить будет вообще легче легкого, так что мы ставим свои войска, готовим их к нападению на врага, правда поставить их нужно не сюда, я думаю, а подальше, то есть уведем их вот сюда куда-нибудь, все наши вообще войска, прям вот туда перегруппируемся, враг к нам подойдет и мы его забьем, по крайней мере план у меня именно вот такой, ну и по пути можно будет эту леди сделну или как ее там забить, чтобы у нас не было проблем с кавалерийскими войсками, хотя пробиваю я ее мягко говоря посредственно и такими тычками я буду с ней сражаться в вечность, посмотрите, 3, 2, 1, что это такое вообще, думаю, было бы копье, стало бы попроще, но копья-то нету, так что нужно воевать собственными силами или около того хотя бы а это все не так уж и просто где наш противник противник сейчас будет на холме это не лучшая ситуация, когда вражеские стрелки на холме но здесь ничего особо не поделаешь отступим на безопасную позицию и там уже с ними как-нибудь разберемся будем готовы ну если что никто нам с вами не мешает пару раз еще раз отступить кажись дамочку-то нашу скинули это хорошо это очень хорошо все мы ее прибили наши стрелки встали на позицию что по пехоте у нас 7 человек да это мягко говоря отвратительно это просто отвратительно но ничего с этим не поделаешь пехота я сильно прям пренебрег когда набирал свои войска но ничего думаю наших арбалетчиков хватит для того чтобы врагов пристрелить а потом уже добить давайте-ка с хитрожоком так все пехоту теперь тоже послаем главное самому здесь от стрелков не отлететь кстати войска у них не такие уж и сильные то есть дико бронированных пацанов я здесь не вижу это хорошо это очень даже хорошо теперь наши их по одному по два количества будут давить и все останутся лишь вражеские стрелки и в итоге мы еще две леди себе получаем так сказать в плен но в плен там их брать не будем не забываем у нас с вами цель убить всю знать и захватить всю карту прошло уже два года я еще ни одного человечка не убил потому что встречал я исключительно как вы помните наемников а наемники у меня будут самую последнюю очередь потому что я ими еще и пользоваться буду периодически то есть пока с ними сильное отношение поганить не хочется а вот эти вот две дамы они именно что являются самыми обычными лордами из южной империи и соответственно их уничтожить это вот то что нам с вами и нужно так брони меньше а ранг больше ну что за бред конечно ничего здесь не скажешь так что мы с вами еще здесь получили так шипастая дубинка ну все остальное в принципе хлам мы конечно же себе заберем ну и настало время казнить наших с вами дам зена улетает первой пабам и дальше идет релиано также сносим ей голову с плеч отлично две знатные особы были убиты получили черту коварный но куда же без этого Хубилай начал свою Кровавую месть Именно с этого момента Ну что ж, дамы и господа, у меня на этом все С вами был Кит и всем пока